Всем привет! Сегодня поговорим о моей сборке PC Linux OS KDE Plasma и в частности об особенностях настроек иконочек на этой сборке. Под каждым моим видеороликом вы всегда дойдете ссылку на мой сайт и с моего сайта всегда сможете перескочить вот на мою кладовочку на гугле и на этой кладовочке вот за 10 ноября скачать сборочку PC Linux свежую. Она весит около 3 гигабайт. И так же отдельно всегда можно будет скачать файлик. Он находится, я прямо в вишенку его положил, рядышком отдельная папочка и назвал это дело просто конки там арка линукс. Покажу вам как дальше тоже с ними делать. Так вот файлик называется в данном случае для PC Linux конки.conf конфиг. Абсолютно крошечный файлик 4 килобайта всего лишь величиной. Очень маленький. Итак, меня вынудило этим заниматься тем, что не на последней версии менеджера, не на арка линукса, на PC Linux. Ни черта конки не ставились. Было выпущено две версии конки менеджера и в один прекрасный день они у всех перестали работать. Мне всегда нравилось, что у меня справа под рукой у меня была, я называю ее так, приборная доска. Потому что видно, что и дата, и месяц, и год, и для недели, и время, и сколько на жестком диске, и на корне, и на домашнем разделе. В каком состоянии центральный процессор, какая там температура, ну вся необходимая информация под рукой. И тут она, значит, из последних сборок была, значит, взята и очень наглым образом удалена. Значит, вот если пойти вот в менюшку, вот файловые, значит, инструменты, посмотрите. Вот здесь имеется, вот, Crusader в корневом режиме. Вот когда вы его откроете в корневом режиме, то, значит, что-то покажу вам. Вот смотрите, надо зайти в папочку etc и открыть папочку конки. Открыть вот этот файлик коночки. И что мы тут получим, давайте-ка глянем. Так. Там вот вам парочка, значит, таких вещей. Вот здесь надо всегда, значит, искать словечко update и там, значит, вот видите, update-интервал. У меня была поставлена единичка и вот здесь были блики. Поставил тройку, ну, висит стабильно, не дергается, нормально все видно. Это вот один из вариантов. И теперь, значит, особенности, значит, настройки, это, значит, настройка интернета. Потому что у всех разные параметры для настройки интернета. И поэтому вот посмотрите, вот сейчас у меня здесь вот влан 0 стоит и вот здесь влан 0. У вас же может быть по-другому. Поэтому вам нужно будет зайти в терминал, в терминале набрать команду iwconfig и вы увидите вот это параметры, значит, большого интернета. Вот у меня ток-ток сети и так далее. Значит, надо будет просто взять их скопировать, вставить вот сюда и ваш беспроводной интернет будет настроен. У кого он проводной, надо заводить команду не iwconfig, а ifconfig, значит, ну вот в таком плане. Значит, сейчас я попытаюсь, но не хотел ничего. Значит, практически вот с такой вот нормальной, значит, штучкой и уже у вас как-то он и рабочий стол выглядит поживее. И видно там на графиках там, что или как там делается. Ну вот мне, по-моему, только не удалось еще вот заставить цифры бегать. Ну, кому, как говорится, уже там, кто найдет более тонкие настройки, отпишитесь. В принципе, меня вот таких вот коночек, такие коночки вполне устраивают. Теперь, значит, об особенностях самого релиза. PC Linux, у него пакеты собираются RPM, не как дебяновские там эти все, а именно вот RPM, ну такой же, как Fedora. Fedora, по-моему, в смысле, по-моему, тоже на RPM пакетах. Вот. Это один из способов, значит, упаковки программ. Вот. В сборку, значит, я включил во все самое необходимое, поэтому особенно тут унываться вам нечего. Поставьте только там Skype, там Megasync, там. Megasync тут стоит уже по умолчанию. Вот. А теперь, значит, что значит rolling release? В отличие, допустим, от Linux Mint, там, от Ubuntu, у них все идет от версии к версии. Здесь вот, если вы, допустим, скачали мою сборку, ну, обновляйте там ее раз в одну-две недели, и будет работать он у вас до победного конца, как говорится. Вот. Неограниченно долго. Я помню, в 2014 году я ставил себе кеды PC Linux. Они мне года два или три проработали. Ну, потом я погнался там за разными вариациями Linux. Ну, а любовь, как говорится, осталась к PC Linux. В принципе, это очень надежная и хорошая система. И также он позволяет создавать образы из образы настроенной системы. Но если, допустим, для Linux Mint, значит, SystemBug, а его разработчик уже года два или три там ничего не обновляет, значит, господин Кендак, то здесь, значит, с самого начала у них была, есть прекрасная программа. У меня, значит, в моей сборке все для нее, как говорится, здесь уже доустановлено. Покажу вам, как эта программа, значит, работает и что она делает. Значит, если вы ставите сами, то вам надо будет ставить через синаптик пакеты DragLeaf для KDE. Значит, а вот в данном случае уже на моей сборке я при помощи, изобраз сделал при помощи этой программы. Вот смотрите. Так, что там было, я, по-моему, набирал TSU, Enter, просил у меня пароль, да, да. Пароль тут у меня в две единички. И сейчас вот я сделаю побольше, чтобы было видно. Просто покажу начальные этапы. Ну, программа чудная и работает очень хорошо. Вот, когда вы зашли в коре, вы набираете вот такое словечко. Май. Лива. Сиди. И самым наглым образом нажимаете клавишу Enter. И вот оно там пошло, 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 пошло. Будет там делаться, будет создаваться. И в конце концов 2,9 гигабайта. Программа MyLeaf. Сиди. Она создает изообраз вот уже настроенной операционной системы. Ну, где-то минут там меня занимает 20-30 минут. Вот так. Оно работает четко. Образ создает хороший, компактный. Вот. Всегда вот можете взять, скачать, как говорится там, попробовать и так далее. Вот. В нижнюю панель я всегда ставлю планку. Очень удобно я ее пользоваться. Очень просто в управлении. А просификацию я здесь сделал ей полную. PC Linux. Вот практически все, что можно было написать по-русски. Тут по-русски написано. Я считаю, что данная сборка, вот она имеет вот таких вот преимуществ. А самое главное, это вот именно роллинг релизы. То есть, само себя постоянно обновляет, и не надо там никаких новых версий, там ничего. Вот, пожалуйста, значит, все, что вам следует знать по роллинг релиза. Часто здесь как раз вот упомянут PC Linux. То есть, очень удобный такой способ обновления операционных систем. Вот. И если сравнивать, допустим, его с теми же Linux Mint, то я бы отдал предпочтение роллинг релизам. Дальше PC Linux, в отличие от Linux Mint, значит, имеет свою систему создания изообразов. И практически дна постоянно, значит, находится в PC Linux. А на Linux Mint System Bug приказал долго жить, пока тут еще последние воздыхания идут, но практически это уже все. Проблема, значит, это была моя честная проблема. Мне хочется заработать. Здесь всегда есть иконочки. Ну, я эту проблему, как видите, для себя я решил. Вот. Видны у меня графики. Ну, кто найдет, как там подсоединить, чтобы еще и циферки тут побежали, ну, скиньте мне свои соображения по этому поводу. А так, я считаю, что вот на сегодняшний день это вот одна из самых устойчивых и надежных операционных систем. И очень легко настраиваемая и так далее и тому подобное. И плюс, значит, в сборку также встроена программа TimeShift. Тоже, значит, это очень удобная программа для создания резервных копий системы. То есть, вот всегда, видите, можно создать копию резервной операционной системы. Всегда, значит, можно сделать образ, используя вот эту чуденькую команду. Вот. Так что, значит, все остальное, пробегитесь, посмотрите, вот я вам что-то скажу. Два языка, русский, английский, английский, если вам нужен американский, английский. Вот. Вот. Правой кнопкой настроить клавиатуру. Идете в раскладки. Вот. Добавить. Добавляйте американскую. И будет, как говорится. Поползайте, посмотрите. Вот на моё, скажем так, по моему мнению, значит, программа очень для себя хорошо и устойчиво показывает при работе и при пользовании. И просто вот чисто эстетические такие вот удобства в ней. Я сейчас вот на другом компьютере ещё попробую вам показать, как я буду пытаться, значит, поставить этот же файлик на банджаро. А вот применительно к PC Linux. Вот. Смотрите, какая там красуточка перед вами. Берите, скачивайте, ставьте, пробуйте. Очень надёжно, устойчиво. И все необходимые, как говорится, средства для защиты имеет. Создаёт резервные бока по формуше, создаёт, значит, из-за образа свои хорошие. Вот. Ну вот если сравнить по пальцам, там, потому что там у Дюбяна там свои были причиндалы. Никогда он мне не нравился, всегда он ставился через пенька на воду. Вот. Значит. Вот. А PC Linux. Вот таким вот образом у меня, у меня долгое время был, значит, Linux Mint на первых позициях. Ну, всё-таки, время, значит, показывает, что следует всё-таки уделять больше внимания PC Linux ввиду простоты работы с ним. Вот такой вот моя длинная, как говорится, реклама для PC Linux. Ну, они-то его заслужили. Ну, ребята, молодцы. Ну, ладно. Я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok